Биологические ресурсы и человек Живые организмы играют очень важную роль на Земле. Они составляют основу биосферы или сферы жизни, участвуют в образовании горных пород, например, известняка. Активно создают биомассу, создают облик нашей планеты. Живые организмы создают облик большей части географических ландшафтов. Но кроме этого они участвуют в биологическом выветривании, создают почвенный слой, обогащают кислородом атмосферу. Биологические ресурсы — это живая природа Земли, растения и животные, которые используются или могут использоваться человеком. Всю живую природу на Земле можно рассматривать как взаимосвязанную целостную систему биологических ресурсов. Биологические ресурсы — это самый древний вид ресурсов, который начал использоваться человеком. Для оценки биологических ресурсов используют следующие термины. Биомасса — масса всех живых организмов. Фитомасса — общая масса растений. Зоомасса — общая масса животных. Биопродуктивность — прирост биомассы в единицу времени. Биологические ресурсы относят к категории исчерпаемых, возобновимых. Они возобновимы, но, конечно же, в определенных пределах, поскольку все они очень уязвимы. Оценить биологические ресурсы очень сложно. Их объем и продуктивность зависят от огромного количества факторов, от природных условий. Сложно отделить биологические ресурсы от других видов ресурсов. Например, сельскохозяйственные угодья, пашни, поля могут расширяться только за счет площади лесов, болот, полей, лугов. То есть ресурсов естественного происхождения. Также некоторые виды биологических ресурсов имеют важное комплексное значение. Например, лес может использоваться и как биологический ресурс, и как ресурс для отдыха, то есть рекреационный. Более трети площади поверхности земной суши заняты сельскохозяйственными угодьями. Сельскохозяйственные культуры можно считать частью общей фитомассы земли, а домашних животных – частью ее зоомассы. Оценить биологические ресурсы сложно, так как они дают разные возможности для использования. Например, как уже было сказано, лес мы можем использовать и как строительный материал, и как топливо, и как источник кислорода, и как основной естественный очиститель атмосферы. Наконец, это место отдыха. Кроме того, в некоторых регионах России и других стран по-прежнему сохраняется хозяйственное значение охоты, рыболовства, сбора ягод, грибов, лекарственных трав. Естественная среда продолжает кормить человека. Например, биоресурсы мирового океана, прежде всего рыба. Это, главным образом, источник пищи. Какова же величина биологических ресурсов нашей планеты? Если говорить о видовом разнообразии, то ученые полагают, что на Земле обитает около 2 миллионов видов живых существ. Считается, что на самом деле, фактически, их примерно в два раза больше. Общая масса живого вещества нашей планеты составляет около 1300 миллиардов тонн. Из них примерно 99% приходится на растения и только 1% на животных и микроорганизмы. 98% биомассы относятся к суше, а около 2% к океану. Если это перевести на язык более простых примеров, то можно сказать, что на 1 кг мяса на Земле приходится 50 кг деревьев, травы и листьев. Биологические ресурсы очень разнообразны, но, тем не менее, их тоже можно разделить на группы. Самое крупное деление — это ресурсы животного и растительного мира. К растительным ресурсам относятся лесные, это ресурсы древесные и недревесные, например, ягоды, грибы, орехи, ветви кустарников, лекарственные растения. Кормовые — это травы сенокосов и пастбищ, и пищевые растительные ресурсы морей, например, водоросли. Ресурсы животного мира включают охотничьи промысловые ресурсы — это пушной зверь, пернатая дичь, морские и лесные животные, которые используются как источник пищи, рыбные ресурсы — речные и морские, а иногда отдельно рассматривают морские ресурсы, к которым относят рыбные, морских животных, моржей, тюленей, крабов, креветок, мидии, а также водоросли. В России представлены все виды биологических ресурсов. Их запасы очень велики, по некоторым из них Россия занимает первое место в мире, но размещены они очень неравномерно. Особенности размещения и объем ресурсов связаны с природными зонами. Например, наибольшее количество пушного зверя, орехов, ягод, грибов расположено в лесной зоне, а наибольшее количество копытных животных, а также трав — степной. Человек использует растения в пищу с давних пор. Это плоды, ягоды, орехи, грибы, коренья, побеги и даже цветы растений. Люди научились разводить полезные растения, а после появления животноводства стали использовать кормовые угодья. Среди растительных ресурсов наиболее важны ресурсы лесные. Россия занимает первое место в мире по площади лесов. Пятая часть всех лесов мира находится в нашей стране. Лесом покрыто более 45% площади страны. Причем общая лесная площадь составляет около 60% площади. Лесные ресурсы по территории России распределены очень неравномерно. Из общего запаса древесины России более 70% приходится на Сибирь и на Дальний Восток. Только 55% площади лесов представляют интерес для эксплуатации. Но большая их часть находится на севере европейской территории России и на юге Сибири. Причем она значительно истощена в результате использования в XX веке. Общий запас древесины очень велик. Самые ценные — хвойные породы деревьев. В России сосредоточена половина мировых запасов хвойных древесных пород. Например, лиственницы, сосны, ели и пихты. Хотя запасы лесных ресурсов в России велики, их продуктивность невысокая. Возобновляются они медленно. Это связано с суровыми климатическими условиями нашей страны. Кроме того, что лес является очень важным ресурсом, он выполняет множество других функций. Делает воздух чище. Защищает нас от пыли и шума. Леса, которые вырастают на склонах гор, помогают защищать склоны от лавин и камнепадов. Леса помогают делать климат более благоприятным, мягким. Существует особая группа водоохранных лесов. Кроме того, лесные полосы позволяют защищать поля от сильного ветра. Леса доставляют нам эстетическое удовольствие. Мы отдыхаем в лесу, наслаждаемся его красотой. Важно не только использовать лесные ресурсы, но и высаживать новые деревья. Проблема воспроизводства лесных ресурсов – одна из самых важных в нашей стране. Важными видами недревесной продукции леса являются грибы, ягоды, орехи. Кроме того, заготавливают смолу-живицу, ветви кустарников, деревьев, лекарственные растения. В Сибири заготавливают кедровые орехи. Растения были и остаются для человека не только источником пищи, но и помогают избавляться от болезней. Уже в древнем мире людям было известно более 21 тысячи видов лекарственных растений. И именно из них делали первые медицинские препараты. И сегодня велика их роль. Например, мы часто используем подорожник, ромашку, шиповник, фиалку, кору дуба и многие другие растения. Одним из самых ценных растений является корень жизни – женьшень. Растет он на Дальнем Востоке и традиционно используется в китайской медицине с древних времен. Отвар из женьшеня считался дарующим силу и долголетие. Сейчас женьшень выращивают на специальных плантациях. А когда-то единственным способом добыть этот корень жизни был поход в глухую тайгу, причем очень часто сопряженный с большой опасностью. В одной старинной китайской легенде рассказывается о том, как в деревню пришла беда. Началась эпидемия неизвестной болезни. И тогда в лес за женьшенем пошли двое – богач и маленький мальчик, у которого болели родители. Мальчик блуждал очень долго, залезал на скалы, заходил в самые дикие участки леса. Очень проголодался, устал и был уже готов вернуться обратно ни с чем, как вдруг на одной полянке увидел богача, который выкопал заветный женьшень, разжег костер, поставил на него котел с водой и приготовился сделать целебный отвар, чтобы выпить его самому и никогда не болеть. Как не умолял мальчик богача разделить целебный отвар на всех жителей деревни, чтобы спасти их, тот отказывался. Он хотел выпить все в одиночку, чтобы быть самым здоровым и жить долго. Но в самый последний момент, когда он уже был готов поднести чашу с отваром к своим губам, на него из кустов прыгнул тигр и утащил в лес. Мальчик собрал лекарство и принес его в деревню. Спас всех жителей, жили они долго и никогда не болели. А китайцы говорят, что целебный корень женьшень достается только тому человеку, который идет в тайгу со светлыми мыслями и чистым сердцем. Охотничьи промысловые ресурсы — это ресурсы животного мира. Это один из самых древних видов ресурсов. Люди испокон веков охотились на животных ради мяса, меха, теплых шкур. Иногда использовали и другие части тел животных. Например, у моралов и у сайгаков используются рога. В традиционной китайской медицине из них изготавливают препараты, которые повышают иммунитет человека. Кроме того, используется, например, железо бобра, так называемая бобровая струя, и некоторые части тела амурского тигра. В традиционной медицине народа в Сибири используются медвежьи лапы, медвежий жир, борсучий жир. Мех — это самый древний материал, который использовался человеком для одежды. Сегодня это предмет роскоши, большая ценность. Россия всегда была богата пушниной, а ценные меха добывали охотники. Шубы, шапки из меха были необходимостью в суровом климате нашей страны. Мех был показателем статуса владельца. Например, бояре носили высокие шапки из соболя, бобра, куницы. Чем более знатен род, тем выше шапка. Первой короной русских царей была знаменитая шапка Мономаха. Она была сделана из дорогой ткани, драгоценных камней и меха соболя. К числу наиболее распространенных пушных зверей, которых добывали в России, относятся белка, заяц-беляк. Раньше добывали бобра, сейчас его промысел запрещен. Шкурок белки добывали так много, что ее не ценили как настоящий мех, а использовали для изготовления домашней одежды. Или же для подкладок шуб из более дорогого меха. В XVIII-XIX веке, когда добывали беличьи шкурки, каждую шкурку не считали отдельно, а складывали шкурки в бочки и считали уже бочками. Редкими и дорогими мехами считались лиса, соболь, колонок, песец. Советский Союз производил больше всего мехов в мире. Сейчас многих пушных зверей разводят в специальных хозяйствах. Вывели животных с необычным цветом меха, например, голубую норку, черноборую лису, нутрию разных оттенков. С необходимостью поиска новых охотничьих угодий были связаны освоение территории России, колонизация новых земель. Это вызывало переселение людей на новые земли. Первым русским городом, который был основан в XVII веке в Сибири, была Мангазея. Город-крепость построили русские. Он стал центром торговли мехами, пушниной. Как только возможности для охоты были исчерпаны, город перестал существовать. Охота всегда была традиционным способом добычи мяса. Охотились на лосей, кабанов, оленей, зубров, медведей. Важным продуктом питания является мясо северного оленя. Это ценный продукт, который Россия продает в другие страны. У народов Севера и Сибири, Дальнего Востока, существовали свои традиционные способы охоты. Например, это было связано с охотой на морского зверя. Пернатую дичь, рябчиков, куропаток, перепелок, тетеревов, глухарей, уток и лебедей традиционно использовали в русской народной кухне и для приготовления блюд в традициях народов России. Кроме мехов и мяса использовали и другие ресурсы животного мира, например, панты. Панты — это молодые, наполненные кровью и покрытые нежной кожей рога некоторых видов оленей, например, алтайского морала и пятнистого оленя. Охота стала частью российской национальной культуры. Это тема для огромного количества картин, книг, фильмов. Хорошо известен цикл рассказов «Записки охотника» Ивана Сергеевича Тургенева. Картина Василия Перова «Охотники на привале». Фильм особенности национальной охоты. Сцена охоты — одна из самых ярких в романе Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Для охоты использовали борзых, гонщих и других собак. Отсюда пошел жанр русской псовой охоты. Охота считалась благородным занятием и требовала благородства и великодушия от охотника. Охота была сложным занятием, испытанием мужества и терпения. Например, на медведя ходили с рогатиной. Это было очень опасно. Наши предки были великодушны и никогда не истребляли вид животных полностью. Всегда давали ему возможность восстановиться. По разнообразию и количеству охотничьих промысловых ресурсов Россия находится на первом месте в мире. Сегодня в России тоже немало охотников. Вы можете увидеть их количество в разных регионах России на карте. Больше всего охотников в Сибири, на севере и на Дальнем Востоке. Например, по количеству охотников выделяется Якутия. Один из самых интересных видов животных России — это антилопа сайгак. Они вводятся в Калмыкии, к северу от Каспийского моря. Хотя охота на сайгаков в Калмыкии находится под строжайшим запретом, великие штрафы за убитых животных и существуют сроки тюремного заключения за браконьерство, все равно браконьеров привлекают и возможность заготовки сайгачьего мяса и сайгачьи рога, которые используются в китайской народной медицине. Кроме охоты, человек занимается одомашниванием диких животных. Как известно, все домашние животные имеют диких предков. Одним из самых последних опытов по одомашниванию можно считать лосиные фермы. Они есть в нескольких частях России, например, в Костромской области и в Карелии. Лосей разводят для получения очень ценного молока и для работы в упряжке. Важное значение имеют рыбные ресурсы, как морские, так и речные. Рыбалка – это способ разнообразить наш стул. Кроме того, это традиционный и очень популярный вид отдыха. Некоторые рыбы, такие как осетр, байкальский умоль, хариус, лосось, стали визитной карточкой разных уголков России. Высоко ценится красная икра лосося. А черную икру осетровых рыб сейчас получают только в рыбных хозяйствах. Промысел осетра для икры запрещен. Один из ценнейших биологических ресурсов Дальнего Востока – камчатский краб. Когда-то мясо краба не считалось таким дорогим. А баночки с крабовыми консервами наполняли полки магазинов еще в 60-е годы прошлого века. Всем попробовать пора бы, как вкусные и нижные крабы. Такой лозунг можно было увидеть на плакатах магазинов. Теперь это деликатес. Усиленный вылов краба привел к резкому сокращению вида. Это происходит из-за браконьерства. На Дальнем Востоке добычу краба ведут и японские браконьеры. Иногда наши пограничники ловят целые браконьерские флотилии под флагами чужих стран. Особая тема – это охрана биологических ресурсов. Незаконные вырубки леса, лесные пожары приводят к сокращению площади лесов. Животному миру угрожают браконьеры. Для того, чтобы сохранить редкие виды растений и животных, создаются заповедники, заказники и другие виды охраняемых территорий. Наш урок завершен. Относитесь к живой природе бережно и не только потому, что это ресурс. Всего хорошего. До свидания. До свидания.